Привет, друзья! Видеоканал «Русская Америка». Меня зовут Юрий Муша. Вопрос, который мне задали, я хочу сейчас немножко пописать, нарисовать схему по поводу CDL. Через сколько можно максимально быстро получить водительское удостоверение для грузовиков и сесть на трак и начать работать. Итак, мы сейчас рассматриваем только людей, которые приехали по визе, не по гринкарте. По гринкарте можно сделать CDL быстрее. Итак, вы приехали в Америку, допустим, у вас виза B1, B2, допустим, или F1. У вас нет social security. Для того, чтобы сдать на CDL, нужно social security. Допустим, вы подали на политическое убежище. Дальше, допустим, вы быстро сформировали кей, заранее, и все, как бы сразу вы подали. Не ждете 6 месяцев. Хотя, есть определенный нюанс, что если вы подали в регальном статусе, если вас вызвали интервью, у вас нет права на апелляцию, это уже нужно понимать. Итак, вы, допустим, выпадали через месяц, да? И вам пришел ответ, там, в месяц уже мы потеряли, да, до соши. И вам пришел ответ, у вас вызвали напечатки пальцев, пришло сообщение с миграционной службой. Миграционная служба. Вы получили. Дальше, вы ждете 150 дней, либо это равно 5 месяцев, для того, чтобы получить разрешение на работу. Обычно они еще через месяц его только выдают, а бывает и дольше. То есть, мы теряем, здесь пишем разрешение на работу, да? Вот. Work authorization. Значит, мы уже считаем 1 месяц, плюс 5 месяцев, плюс еще 1 месяц вы его ждете. 1 месяц. Получается, пока вы его получили, допустим, вы его получили. Вот, кстати, знак встану. Окей. Итак, месяц, 6, получается 7 месяцев. 7 месяцев. Параллельно, допустим, вы идете учиться в автошколу, потом сдаете там месяц еще направо. Ну, то есть, получается, рассчитываете на 8 месяцев. Из 8 месяцев вы сможете сесть на трак в качестве стажера, потом поездите с кем-то на траке, как стажер, потом можете уже ездить самостоятельно. Раньше, как мне многие пишут, что где-то они там читают, каких-то блогеров, которые говорят, что ты только приехал и можешь сесть на трак. Это неправда. Такого исключено. Ну, может быть, какие-то нелегальные схемы присутствуют. Но я это крайне не рекомендую делать. Соблюдайте законы.